До конца только ножки выпрямляй. Шесть, два, семь. Каждый свой день Елена посвящает сыну. Зарядка обязательно. Нужно укреплять мышцы ребенка с ДЦП. Данил делает успехи с поддержкой, но ходит. И очень заинтересован в учебе. Уроки делать с удовольствием. Русский язык – любимая дисциплина, а любимая игрушка – шарики. Шарики почему-то у нас в свое время произвели такое впечатление, что он сейчас просит. Поддерживать настроение и состояние ребенка Елене непросто, так как силы уходят и на борьбу с системой. В поликлинике ей отказывают выдачи препарата, который блокирует у Данилы приступы эпилепсии. Если бы я не знала, что такое эпилепсия, и какие бывают приступы с остановкой дыхания, то есть это очень тяжело. Это все у вас было, да? Это все у нас было. Но Кепра нас держала все это время. Они предлагают нам, давайте попьем заменитель этого препарата. Если станет хуже, тогда мы вернемся к Кепре. Все это время они нас всячески пытаются перевести на левитинол, левитероцитам и так далее. При том, что врачи мальчика черным по белому пишут, что замена на дженерике нежелательна. Возможно ухудшение. Продолжать лечение Елене помогает в НФ. Просим Минздрав в очередной раз обратить внимание на необходимость оперативного обеспечения льготными препаратами соответствующих категорий и приоритетно лиц с ООЗ своевременным, и принимать необходимые шаги для того, чтобы это все-таки осуществлялось на регулярной основе, в том числе осуществлялось коррекцией, для того, чтобы были периоды времени для закупок. Если раньше нам хватало этого флакона на два месяца, то сейчас нам нужно гораздо больше. Сам мальчик силы духа не теряет и берет от жизни все. Я слушаю Антонова. Музыку он еще любит у нас. Антонова? Да, у нас такой достаточно своеобразный репертуар. Антонов, Бернес, Пугачева. В 2019 году в ОНФ приняли 9 обращений по поводу препарата Кепра. Как правило, загвоздка состояла в промедлении чиновников при закупке или в том, что расход лекарства при взрослении ребенка не корректировали. В таком случае специалисты советуют обращаться в Минздрав, Росздравнадзор, прокуратуру. Елена пока пытается решить вопрос без правоохранителей. Анастасия Дороган, Александр Антропов. День с толком.